Далейшее развитие велосипедных и туристических маршрутов доброупорядкования зон отпочинку областного центра. Реализовать такие проекты у Гродня планыться с притягнением замежных капиталов. У приватности с этой инициативой выступают представники городского депутатского корпуса. На первой разговариваться о программах трансграничного супрацовничества. На сегодняшний день протягивается их формирование до 2020 года. В свой час яскравым прикладом эффективного инвестования стало створение велостежек у лесопарковой зоны Пышки. И вариантов укладания сродков у сферы активных отпочинку означают эксперты до Статкова. Все проекты, в которых город сейчас пытается, ну, заявляется, в всяком случае, они все интересны, они все добавят городу, украсят город, дадут то, чего им у него нет. Это и зона озера Ювелейного, это правая набережная реки Неман, зона от Калужской церкви до Попоевского моста, и дальше она неблагоустроена, как вы знаете, там грунтовая дорога. Значит, это состояние нашего здания на площади Ленина, вот здесь рядом бывшего архива. Значит, это дальнейшее развитие велодорожек, освещение велодорожек. Вот, собственно говоря, те проблемы, которые теоретически могут попасть в проекты. Ну, и очень хотелось бы там поучаствовать. Пылные напрасывки угрозенцы уяснують с польскими и литовскими коллегами. А кроме того, подавать новые заявки на удел о программе трансграничного супрацовництва плануется максимально активно. Становшее в рашине пытание дозволить реализовать цикавые и необходные для Гродно проекты. Их ожидаюление может подчаться уже в 2018 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!